Да, экономика сработала, найдены новые рынки сбыта, замещаем ушедшие товары и при этом еще и повышаем зарплаты. И это при беспрецедентном санкционном давлении, с которым столкнулась и наша страна, и наши предприятия. Это сегодня отметили уже в Министерстве труда и соцзащиты. Итак, что же имеем? В прошлом году увеличили размеры отраслевых, стимулирующих выплат учителям, профессорско-преподавательскому составу, медикам. Продолжили это делать и с 1 января. Размер базовой ставки в этом году вырос на 7,5%. Рост зарплаты бюджетников в 2023 прогнозируют на 16%. Говорили еще о наиболее уязвимых категориях граждан и их поддержке. Стоит задача продолжить повышать пенсии. На эти цели выделено 19 миллиардов рублей. Это на 2,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. Пенсионеры, которые достигли возраста 75 лет и старше, сегодня существует такая серьезная доплата, надбавка к пенсии, которая получает больше полумиллиона наших пожилых пенсионеров. Сегодня выстроена социальная поддержка в виде пособия. И важно такое пособие, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Ежегодное государство на 2023 год на это пособие предусмотрело более 2 миллиардов рублей. А это более 200 тысяч получателей данных пособий. По итогам прошлого года мы увеличили строительство жилья для многодетных семей. Более 11,5 тысяч семей справили новоселье. Многодетных семей получили собственные квартиры. 10,5 тысяч еще стали на очередь. Мы также активно задействовали возможности семейного капитала для стимулирования демографической составляющей в нашей стране. По просьбе многодетных и семей, воспитывающих детей инвалидов, вносятся изменения, которые предполагает гибкий график работы для решения семейно-бытовых вопросов. Это услышали и планируют закрепить законодательно. Проект измененного трудового кодекса готов ко второму чтению.